Привет-привет, я Сергей Малоземов, это Катя Кондратьева. Привет. Мы все проверяем. Нас интересует новое, необычное, может быть полезное, может быть вкусное, но не всегда. Оно скрывается вот здесь, и мы сейчас узнаем, что там на этот раз. Я трепещу. О, кукурузка, желейная, на ощупь поняла. Что это, конфетки? Не успела взять фрукт еще, да, похоже, какие-то конфетки. Тоже какая-то, нет, это не китайская, это явно какая-то, наверное, тайская. Иероглифы какие-то очень затейливые. Нет, ты знаешь, если маленькими буковками читать, питаться, то... Это похоже на китайский. Это китайская, я вижу, здесь сайт, он заканчивается на CN. Ну, давай попробуем. В иероглифах я ничего толком не понимаю. У тебя рвется он или пока нет? Да, мне рвется, не с первого раза, конечно, пробовать. Ой, как вкусно пахнет! Это прямо сказочно. Рисом? Угу. Это рис? Сладеньким рисом пахнет. Я, кстати, люблю десерты со сладким рисом, вот в Таиланде, например. Они подают божественный, знаешь, такой рис, клейкий они вают, с кокосовым соусом и с манго. Это ужасно вкусно, это мой любимый десерт. У меня на холодильнике есть даже магнитик, на котором написан рецепт. А-а-а! Стикки рис с манго. Какая прелесть. Это чудесно, правда? Это единственное блюдо, которое мне нравится в тайской кухне. Я, можно уже буду пробовать? Ну? Ну, что-то посасать надо. Соси? Соси. Соси. Мне кажется, маленьким деткам вот вместо соски можно давать. Такая вкусная штука. Наверное, не очень полезная. Не надо детям соску давать. Вместо, я так говорю. Это лишнее. Что лишнего? Соска лишняя. А вот это вообще-то непонятное. А вот это вредное, скорее всего. Да ладно, что вредное. Ладно, я... Если конфеты, ну иногда, ну чего, какая проблема. Я не готов обсуждать, что конфеты полезные, вредные. Все это от лукавого. Мне важно, что вкусно было. Да, главное, что сахар есть в панцелях, как положено. Есть. Вкусные, желейные, конфетки, как будто бы, если не знать, что это рис, да? Но мы-то знаем, что просто китайское, значит, рис. Я вот уже начинаю сомневаться, что это рис. Мне нравится, как пахнет. Нет. Нет? Да ладно. Ну я ощутил этот вначале вкус, запах риса. Да. Когда я начал это есть... Сладенькая и ванилька. Я начал есть, я разлюбил. Почему? Не знаю. Соли не хватает. У китайцев очень много такой еды, которая сладкая, но не хватает соли. Переведите на русский. Сладкая, но без соли. Это на русский переводится как «ни о чем». Да? Вот эта конфетка, она «ни о чем». Ну мне консистенция нравится, что она такая вот вроде бы желейная, но в то же время не желейная. Но к зубам не прилипает, да? Немножко прилипает, но почти нет. Ну слегка. Да. Ну консистенция, да, соглашусь, но вкус... Вкус чего это? Ты можешь попытаться... Это явно не кукурузка. А может, все-таки кукуруза вкус? Ну они хотели бы показать, что это кукурузка, но это же явно не кукуруза. Человек, который это продавал нашей Тане, сказал, что это закос по кукурузу. Ну так он же продавец. Он же продавец. Ты знаешь, вот когда я об этом услышал, я стал нюхать, и вот то, что нам вначале казалось рисом, это может быть и кукурузой. Мне кажется, кукуруза. То есть это кукурузный ароматизатор вполне, вполне. Сомнительно, сомнительно. Ну что сомнительно? Кукурузу, если они хотели копировать, то, как сейчас у китайцев бывает, ну не получилось. Ну ты хочешь сказать, хорошая попытка? А как, да, попытка хорошая, а как конфетка вкусно. Ну если не думать о том, что это должна была быть кукурузка. Не знаю, я представляю на моем месте мою пятилетнюю дочку Марьяну Сергеевну. Ну, и что, хочешь сказать, ей бы не понравилось? Она бы сделала вот так. Почему это? Не знаю, мне кажется, невкусно. Сколько это стоит? Сколько? Десять рублей. Дороговато будет? Десять рублей шутка. Ну что, дороговато? Нормально. Экзотик. Лучше рис. Ну экзотик. Который копейки стоит возить. Сомнительно рис. Это кукуруза. Есть продукты для людей, которым все надоело. Вот, либо так. Вот это для них, наверное, да? Да. Мне не все надоело. Мне тоже не все надоело. Поэтому на эти деньги я лучше куплю шпинат. Это кто там? Артарексичка. Артарексичка. Кто там артарексичка, который боится всего вредного? Я нет. Я не боюсь, но я хочу вкусно. Ну я куплю шпинат. Морковку куплю. Это гораздо вкуснее, чем вот такая сладкая кукуруза. Сгущенкой залью потом. Можно, ладно, хотя бы что. Нормально? Да. Как это, реабилитировался. Ребята, попробуйте. Попробуйте. Скажете, что я был прав. Страшно? Мне страшно. Я каждый раз, когда пробую что-то новое, я отключаю инстинкт самосохранения. Мне моя одна родственница, племянница сказала как-то заочно, а дядя Сережа, он что, каскадер, что ли? Все время какую-то дрянь пробую. Какое точное название подобрала? Я даже не могу тебя так назвать, а ведь ты такой. Я не чувствую в этом особенного, но, как сказал классик, что-то героическое в этом есть. Вот, экзекпли. Вот, опять конфеты. Конфетки. Желейный на этот раз. Нарисован какой-то гибискус. Или кто это? Опять китайские? Похоже, опять китайские, не японские. Почему ты так решила? А потому что иерографы китайские, не японские. А где ты, где ты видишь? А, это может быть японские, японская сакура? Говорят, это конфеты со вкусом сакуры. Ну, они точно сделаны в Японии или сейчас в Китае? Китайским-то им уже ведь не западло. Не знаю, что. Простите за мой французский, но... Так, у тебя есть? А где смел? Смел? No smell, no flavor. Дойс Пик Рашен. Да-да, этот, ни запаха, ни ничего. Ну, конфетки, они же предназначены не чтобы их нюхать, правда? Ну, вот вспомните, которые были в форме кукурузки, как они зажигали, а? Зажигали, а потом разочарование происходило. Ну, не у всех. Ну, давай, лезни. Как будто стенку облизываю подверенную. Реально, вообще без вкуса. Ага. Я ждал, что это сахар какой-то. Нет, вообще. Просто известковую стенку облизываю. Ты лезала в детстве известковые стенки? В детстве? Нет. В детстве, наверное, нет, только в рейс-палке постарше, когда была. Так, в Креции недавно была. А там все поведенное. Лезала? Ну, потом расскажу, как это было. Так. Шершавенькая. Можно. Ногти не попилишь. Ну, что-то покорябать можно, как наждачку можно использовать. Очень жесткая. Да. А я еще с трудом откусил, знаешь, один кусочек, и теперь думаю. Пломба. Выпадет, не выпадет? Ого. Пломба. Приклеится, не приклеится? Еще немножко похожие по виду и по консистенции, по жесткости на вот эти турецкие сладости. Как они там называются? Арабские. Ну, рахат, лукум. Да, на рахат, лукум. Ого. Это тест. Достаточно ли крепкие у вас зубы? Да. Готовы ли вы с ними попрощаться? Ах-ах-ах. А это какая-то непонятная тянуть через еще дня. Да, с ней жвачка просто клеится ко рту к зубам. У меня две версии. Либо это подделка, либо это просрочка. Да. Я, пожалуй, присоединить к этим версиям, я согласна. Я не чувствую здесь никакой сакуры, хотя надо признать, что такое сакура вообще на вкус. Сакура же это вишня. Ну, не обязательно у нее должен быть прям выраженный вкус вишня. Даже если она сделана из цветочков, хотя бы аромат должен быть более насыщенным. Ты знаешь, ребята из-за кадра подсказывают, что, наверное, это похоже на то, как гудрун дети жевали когда-то. Я не жевал никогда, но... Что? Серьезно. Ну, я же отличник был. И что? Я школу с золотой медалью закончил. И что? А я дипло этот самый университет. Я ни одной сигареты в жизни не выкурил. И что? Ну, гудрун, гудрун сам бог видел. Ну, Сережа. Каждый нормальный человек, конечно, жевал гудрун. Конечно. Ну, конечно. Ну, как гудрун можно не пожевать? Но он везде был. Может, ты еще дождевых червей жевала? Нет, я их только пополам рвала и выкидывала, потому что меня бесили. Гудрун мне просто, Сережа, тебе не верю. Мне кажется, ты просто шоумен. Ты ходишь сейчас на камеру, чтобы все думали, ох ты, ничего себе, я не курил и не пил. И даже жевачку гудрун его не жевал. Нет, про не курил, не пил я могу поверить, но не про жевачку, извините. Я не говорю, что я не пил, Катя. Ну, ладно. Я никогда не говорил. Водку пил. Пил, пил. Водку пил, пил. Гудрун не жевал. Вот это вообще уже, мне кажется, это просто думаешь, как можно было водку попить, а гудрун не пожевать. Сереж, если бы ты сказала, водку не пил, я бы еще поняла, ну, гудрун. Что такое гудрун, я теперь знаю. Если вы хотите узнать, что такое жевать гудрун, наверное, более безопасно купить вот эти вот азиатские конфетки, якобы со вкусом сакуры, за 15 рублей штучка. Думаю, что это то же самое. Нет. Гудрун доставляет куда больше удовольствия, чем вот это вот а-ля сакура. Ты серьезно сейчас? Более чем. Просмотр нашего видео опасен для вашего здоровья. Не говорите, что мы вас не предупреждали. В комментариях про то, что гудрун обязательно попробовать Сергею Малозьому, в частности, и всем, кто его не пробовал. Что это вкусно, может быть, не очень полезно, но вкусно. Это интересный опыт. Я отрекаюсь. Уносите. Стоит.